Рукодельная депрессия Пока еще начало февраля, я хочу снять результаты января, да, мои рукодельные итоги января. Январь начался для меня с прямого эфира. Я впервые проводила трансляцию и разговаривала с вами в режиме реального времени. Я очень волновалась и наделала кучу ошибок, которые я поняла, когда пересмотрела уже эфир записи. Я поняла, что я отвлекалась на чат во время того, когда пыталась что-то сказать. Из-за этого я сбивалась с мысли, не могла уже и эту мысль доформулировать и на вопрос ответить толком. Также я заметила, что я не все вопросы зачитывала, а это нужно, потому что когда смотришь эфир записи, ты не всегда можешь понять, на какой конкретно вопрос отвечает человек, который находится в эфире. Так что да, я отметила для себя ошибки, которые я совершила, но считаю, что это абсолютно нормально. И в следующий раз, а в следующий раз обязательно будет, даже возможно в ближайшее время, я постараюсь все эти ошибки исправить и больше такого не совершать. В январе я начала вышивать зимнего кота. С этой разработкой у меня связаны какие-то особые теплые чувства, потому что когда я увидела рисунок этого кота, я просто обалдела, я так его захотела, я сразу же связалась с художником, мы с ним договорились, я купила эту иллюстрацию. Я собрала по этой схеме тестовый набор, отправила его на тестирование, вышивала его замечательная девушка Даша, она даже снимала видео об этом коте. Я оставлю внизу ссылки на ее канал, и на это видео вы можете посмотреть, какой был результат. Через пару месяцев я наткнулась на фотографию, с которой был срисован этот кот, и я поняла, что моя схема недостаточно детализирована, что ли. Мне захотелось уточнить мордочку, чтобы она была более похожа на мордочку. Я сейчас вам вставлю картинки до и после, что было и что стало. И уже после того, как я переделала схему, я решила, что вышью я этого кота сама, потому что он мне очень нравится, и я хочу видеть его в своем доме. Только я начала вышивать зимнего кота и узнала о старте совместного проекта «Фантастические звери и места их обитания», которые организовали Таня, Настя и Люда. Они принимали заявки до определенного числа, и я думала, вступать мне, не вступать, вступать, не вступать. Вроде хочется, а с другой стороны я уже начала, а хотелось начать что-то новое в этом проекте. И, как обычно, я протянула до самого последнего дня, и когда я все-таки решила, что да, все, я точно буду участвовать в этом совместном проекте, захожу в последний день в группу, думаю, ну все, я сейчас успею в последний день записаться, захожу и вижу надпись «Запись участников закрыта». Думаю, ну вот как всегда, как обычно. Но Люда мне разрешила прыгнуть в последний вагон, и я стала счастливой участницей СП «Фантастические звери и места их обитания». Но про СП, про кота, обо всем этом будет отдельное видео, когда я его закончу. А закончу я его, думаю, что скоро, через пару недель, потому что он у меня находится уже вот на таком этапе. Ну, в общем, я вам сейчас вставлю видео, где он будет во всей красе. После того, как я вступила в СП, на меня напала какая-то хандра. Я не выкладывала новостей в группе, в Инстаграме ничего не выкладывала, и ничего не рисовала. Я даже практически не вышивала ничего. Сидела я, значит, грустила, грустила-грустила неделю или полторы. И приходит ко мне в личку Наталья Гевки и говорит, Марин, ты будешь делать какой-нибудь буклет к 14 февраля? Я ей говорю, что мы вот так и так. Я тут сижу грущу, ничего делать не хочу, настроения нет, вдохновения нет. Ну и Наташа начала. Ты что? Давай быстро, сейчас мы тут все организуем, все сделаем. Нашли быстро картинки. Все, вроде у меня дух немножко проснулся. Я принялась рисовать схемы. Мы понимали, что времени сейчас осталось очень мало, и стартовать нужно как можно быстрее, чтобы девушки успели вышить все сюжеты. Я рисовала схемы просто в бешеном темпе. Я рисовала их каждый день. Каждый день их редактировала. А перед стартом проекта я вообще не спала больше суток. То есть я рисовала их днем, потом выводила схемы всю ночь, а потом весь день целый я отправляла схемы. И это было просто что-то такое непонятное. Это был день как в тумане. Дальше уже было полегче. Когда схемы у меня уже все были готовы, я просто сидела и отправляла. Наш проект стартовал, появились первые участники, и я начала вести список в блокноте. Ну как наивная, я же не думала, что людей будет настолько много. Написала название схемы, думаю, ну буду вписывать туда участников. Оставила там несколько строчек, думаю, ну наберется по 3-4 человека на схему, и то хорошо. Буквально через 3 дня у меня уже были исписаны все листы, и мне пришлось все это перебивать в электронный вид. К официальному старту нашего СП у нас уже было больше 100 человек участников. И вот на такой чудесной, прекрасной, воодушевляющей ноте закончился мой январь. Ко мне вернулись силы, ко мне вернулось вдохновение. Я сейчас очень много опять рисую схем, которые вам пока не покажу. Я уже думаю, что я буду вышивать дальше, потому что я уже почти закончила своего кота. Я думаю, что в скором времени проведу еще одну прямую трансляцию, в которой расскажу о новых планах и о результатах совместного проекта. Спасибо вам большое за внимание, за то, что вы остаетесь со мной, за то, что смотрите, участвуете. Это очень круто. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok